МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, меня зовут Сергей, я с красивых слов красиво говорить не умею. Я немножко расскажу о своем видении белорусского фит-тех-стартап-движения на мировой арене, так это вижу я. Для меня белорусское стартап-движение в самом деле это именно серия фит-тех. Это маленький ребенок, который чуть-чуть больше годика, он уже умеет сидеть, пытается встать, нажимает на кнопки, но больших прорывов, больших продаж он не делает. Почему это происходит? Ну, чуть более полутора лет проводят фит-тех-марафоны. У нас очень мало специалистов именно инвесторов, которые способны осуществить продажи наших стартапов в сарубеж, потому что у них не хватает компетенций. Все инвесторы, которые есть, у них компетенции немножко в другой сфере, немножко в другой области, и у них не хватает возможности продать. Очень много стартапов, которые именно в фит-тех начинают действовать в Беларуси, они упираются в порог нашего локального законодательства, понимают, что его изменить нельзя, и все. Те, как-то, неудача, упорожение и проигрывают. Но где-то более года назад началось движение, началось движение, и наши годы, как-то говоря, начинают становиться на ноги и делать первые шаги. Имагуру компании начали проводить фит-техмарафон, различные мероприятия, куда приглашают стандартов, менторов, которые способны хоть что-то сделать, хоть что-то изменить. И, в принципе, можно сказать, что первые шаги они делают успешно. Этой осенью мы поучаствовали со своим проектом в фит-техмарафоне, на который было подано изначально более 30 заявок, 17 команд они добрали для участия, до финала дожди 7 команд, которые предоставили более-менее нормальные продукты. Основной, на мой взгляд, ошибкой большинства команд, которые представлялись на фит-техмарафоне, это локальная ориентация на наш локальный рынок. То есть эти продукты думают, как взять большой кусок пирога нашего рынка, забывая о том, что есть пока маленькие кошки глобального рынка, которые гораздо выгоднее взять, гораздо выгоднее победить. При этом, когда они ориентируются на наш рынок, они не понимают тот факт, что они не могут конкурировать с крупными структурами. А с крупными структурами, чтобы конкурировать, нужно понимать, что такое лоббирование, что такое нормативно-правовое регулирование и прочие-прочие вещи. Они не понимают, делают попытки, делают потоки, упираются в стену непонимания со стороны законодательства, и все. Они быстро не могут предоставить никакого продукта, а все, что они могут предоставить, банки либо купят, готовое решение, либо просто перепилят. Перепилят гораздо быстрее. Вот, например, один из проектов, не знаю, я Евгений вам рассказывал, там, тупей. Это проект, который просто фановый проект, все пользуются мессенджерами, у них только по 3-4 мессенджера стоят на телефоне. И они взяли просто мессенджер, добавили протяжение. Идея на самом деле не инновация, какая-нибудь идея похожая реализована в офисе мира. Но ребята взяли, сделали, поняли, что можно немножко комиссии дать за удовольство, и успели за это время вывезти в маркет. Но при этом вот этот подход мне на самом деле не очень нравится, потому что большинство стартапов, которые есть, они хотят взять нишу, которую просто, я называю, паразитировать. То есть уже есть какая-то действующая налаженная схема, и они паразитируют. Мы же пошли немножко по другому пути, и благодаря этому стали главным финтек стартапом года. Как делали мы? У нас есть Юля, которая нам сказала, что безналичные платежи завалевывают мир. В некоторых странах свыше 80% осуществляется безналичных платежей. Дальше у нас была такая фишка, что в разной степени мы утилизовались уличной музыкой. То есть уличные музыканты есть во всех странах Европы. В странах Европы уличные музыканты – это легальные бизнесы, это регулировано законодательным уровнем. Это то, чтобы играть на улице, можно узнать квалификационный экзамен, предоставить три композиции в МП-3, и три видеозаписи, получить разрешение знать место и играть. И в этих странах находятся на стыке двум проблем. Это просто безналов и уличные музыканты. О, мы, наверное, немножко в донс нажали. При этом некоторые музыканты в некоторых странах зарабатывают от 5 тысяч до 7 тысяч наличных. И мы решили, почему бы не представить музыкантам возможность получить доступ к безналичным платежам. Так и появилась идея нашего Главария. То есть мы просто искали нишу, которой нет. И для того, чтобы стать успешным, Беларуси именно и нужно искать такие ниши. Но основная, наверное, самая большая проблема, что у нас нет еще пока основных первых успешных выходов. И вот как только появится первый успешный выход любого финтех-стартапа из Беларуси на международную арену, это позволит инвесторам гораздо больше эффективнее вклада. Но даже вот этот вот банк-кит, который был из Техмарафона, он показал, что, в принципе, потенциал у ребят есть. У ребят есть. Я могу сказать, что лично для себя я знаю 3-4 проекта, в которые можно было бы инвестировать, и которые потенциально выиграют на этом рынке. И тот, кто сделает этот первый шаг... Упс, я немного нажал. Нажмите X5, еще раз. Вот. Вот. И вот если сказать, там плохо, наверное, стараться с... И тот, кто из инвесторов и сделает вот эти вот первые инвестиции стартахерства, я думаю, те в Беларуси, тот и будет страной, которая отправит космонавтов на Луну. Я вот там вот, честно признаюсь, рисовал долго... Как здесь, где-то должна быть указка. Вот там вот Беларуновский флажочек я нарисовал, потому что мы, наверное, тоже просидимся на Луну. Но вот так вот, как есть. То есть, в принципе, все только начинается, первые шаги, и тот, кто протянет руку помощи беларосным финтех-стартамам, первый, тот на самом деле, и отправит беларусов на Луну. Вот, в принципе, все. Давайте, может быть, по-просто. Все задумались. Все. Я успею. Спасибо большое. А скажите подобное про крайне? Крайне, но смотрите. Приложение представляет, наверное, так, да? И вот так. Приложение представляет собой интерфейс для двух пользователей. Один пользователь — это музыкант, второй пользователь — слушатель. Я рассказываю сначала как слушатель. Я запрошу, выбирая свой профиль, вижу афиши мероприятий, которые ближе всего ко мне, а потом эти музыканты, которые играют в радиусе меня, могу осуществить безналичный платеж для музыканта, просто ему дать денежек, могу дать ему денежек для достижения краудфандинговой цели, а могу просто послушать музыку. Ту музыку, которая мне нравится. То есть, с одной стороны, это афиша, плюс безналичные платежи для человека, который увлекается прослушиванием этой музыки. Почему эта афишка важна? В истории есть спираль развития, циклические как в этом. Там долго для меня неинтересно, но сейчас музыкальные лейблы, они изживают себя, потому что спираль развития у них 25 лет, и они уже дошли по толка, потому что в музыке произойдет изменение. И сейчас как раз-таки максимальный спрос начинается к уличной музыке, к живой музыке, к не музыке лейбл, а той аутентичной, я не знаю даже, как правильно назвать, той музыке, музыке улиц, музыке города. Музыкант же, когда заходит, он создает свой профиль, добавляет сюда свои аудиокомпозиции, видеокомпозиции, добавляет туда краудфандинговые цели, либо просто цели. Может создать свое афишное мероприятие, где он играет. К нему могут подписаться на прослушивание те или иные пользователи. Они могут слушать его композиции, перечислять ему деньги. То есть что-то среднее между Инстаграмом, Купером, социальной сетью. Ну и у нас на перспективу развития основные фишки, которые мы планируем туда прикрепить, это будут видеостримы, потому что для музыкантов это очень важно, чтобы можно было смотреть их в онлайн. Кнопка «Я играю здесь и сейчас». Вы пришли, просто играете, нажали кнопку «Я играю здесь и сейчас». И люди могут просто посмотреть, где ты играешь. Почему? Во-первых, в Финляндии были примеры, когда группа «Хит» просто приезжала на музовиках, выставляла сцену и начинала просто давать расплатный концерт. Если помните, я не знаю, вроде по-воздусту должны были смотреть клип «Бон Джори» и «It's My Life». Вот именно, условно говоря, модель доказала, что музыкант сказал, что сейчас сыграем, и его локальные фанаты помогают ему, приходят на его концерт, могут сделать перечисление. Вот. Вот это вот такое приложение, которое мы планируем уже активно запускать, продвигать с первого полтора 17-го года. А перечисление через что организовано? Это P2P. Что еще раз? Перечисление из-за чего? Через PayPal. Ну, понятно. То есть, кто за экономик отвечает, кто за все остальное? Я вам могу сказать, что прокатчики просто забьют ваше приложение и действуют. Лейпы? Прокатчики, которые занимаются концертной деятельностью. Абсолютно. Никто не мешает за эти стены от себя. Абсолютно никто не мешает. Да, ну, тут совершенно тут вот концептом, скорее, как и... Нет. Кому, практически, как вы можете противостоять? Здесь ориентация научных музыкантов. Да, я понимаю, что ориентация, но... Пользоваться будут... Пользоваться будут все. Да, но есть же такое понятие, как подарить... Да, захочет опять в Соловоке собрать ингредиенты. У него здесь всегда одно признание, что я играю, скорее такого нечего. Ну, смотрите, Солодуха может завести профиль в Фейсбуке, наверное, он даже у него не есть. Класс. Но, поймите, здесь просто по принципу работы непопулярно, но не будет же проводиться. То есть, например, в Клэйре у нас есть... Там, в Клэйвизе. Да, в Клэйвизе будет. Но и Клэйвизе по популярности. То есть, непопулярно он не будет попадать даже в Клэйвизе. Там, в Штурне процессы. Как там? Да. У меня, в Северном Курсе в своих комментариях мы сначала говорили о том, что проблема в Беларуси, страна, потому что Штурча пытается закрепить постепенно в Северном Курсе и в НК проблеме демокративного регулирования, а так, есть в других отношениях унищенных музыкантов в Беларуси, то факт не регулируется ответом Лостовского, потому что надо не помнить в этой сути существовать. Ответ Лостовского – это неинбран. Унищенные музыканты в Беларуси должны платить недельный налог от порядка 6-9 рублей. И они не будут позволены играть. Друга проблема в том, что Потому что в местах, где они хотят играть, там запрещено играть правилами метрополитера, как правило. То есть проблема в том, что по внутренним документам Минтранса разрешено в коликодеке играть. Вот только вы возвращали. За пленку получили разрешение. То есть именно при этом у меня пошло нет какого-то метрополитера, который рулем вылезет с М6000? У нас нет. И новый кодекс о культуре, который принимается с 2017 года, эту проблему не мешается. Да, и вот я боюсь, что если у музыканцев победы выступить, в предложении привык, что я высыпаю, может, не за что-нибудь еще знаю. Ну, давайте так. Посмотрите на наш язык. Мы не ориентируемся на белорусство. Почему мы не ориентируемся на белорусство? Потому что, ну, это белорусство. Здесь, да. А массовые мероприятия вступают в силу и прочее. В Европе это все регулируемо. Там это бизнес. Если ты хочешь играть в переходе, ты приходишь в мультиполитет. Сдаешь в инструкционный экзамен, где ты говорил, три композиции, которые ты будешь играть. У тебя в стрейк-листе должно быть минимум десять композиций. Я знаю, что у вас не только дешевые рынки. И если дай вам, то даже уйти нет. Беларусь? Нет. Вы точно сразу сказали, лучше ориентироваться на корни глобального рынка, чем на какой-то большой рынок Беларусь. Ну, давайте, мы когда проводили даже в Беларуси исследования, очень часто сталкивалась ситуация, что люди даже здесь приходили на концерты вот такие, которые шоу, не было наличности, ходили и снимали. Дальше будет начинаться просто добавление разных фишек. Игровых, прочих, 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 организаций и мероприятий. Но, в основном, музыкальные каналы есть живут. Люди платят, люди смотрят. Меняется аудитория, меняются принципы работы. Но идея того, что сфера развлечений досуг, она будет всегда, она будет всегда. Только здесь нужно будет двигаться обновь со временем. Игровые. 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 Игровые.